Мем-ревью, 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 мем- Добро пожаловать на мой новый сет, который соорудился буквально сегодня и работает нихрена не так, как я собирался, но хай все лучше, чем фон зеркала, на котором стоит сраная косметика женщины, не так ли? Хотя кто-то, конечно, поспорит. Здесь есть буквально все, что вы хотите от меня. Вот культаз, смотрите, самый настоящий культаз, самый хороший арт, который я нашел в интернете. Не уверен, кто его сделал, но он действительно очень крутой. Здесь есть Симпсоны, которые отсвечивают, свечивают своей глянцевой поверхностью мои нервы, видимо. Миньон Стив Бушеми, который говорит цитатами из «Детей и шпионов 2». Женщина, которая снялась в не самом лучшем фильме на Земле, но я имею в виду, что бы вы не отдали за то, чтобы ее трахнуть, я бы отдал все. Одна хорошая игра, вторая хорошая игра, тоже, наверное. Не уверен, кто это, похож на Ричи Эванса из Red Letter Media, мне просто нужно было заклеить пустое пространство, но хай. А вот вам вопрос, кстати говоря, на засыпку. Вы знали, что делать игры – это дорого? Я имею в виду, что издатели хотят, чтобы вы верили, что это дорого. Особенно, если посмотреть на цифры недавних триплеев или какого-нибудь Star Wars The World Republic, который за 300 миллионов и выше. Издатели вообще очень сильно любят напоминать лишний раз про то, как дорого делать игры. Потому что, пацаны, нам нужны лутбоксы, нам нужны микротранзакции, DLC и прочие штуки, которые выглядят так, как будто вас хотят наебать на бабу. Это важно. Это важно. Игры делать это дорого. Поймите, пожалуйста, правильно. О чем издатели упомянуть забывают, так это о том, что понятия «много» и «дорого» в их головах немножко отличаются от понятий «много» и «дорого» в наших с вами головах. Конкретно они отличаются где-то миллиона на два долларов или около того. Вы можете помнить, что в конце 2018 года у Activision в административке случился небольшой нежданчик, из-за которого им пришлось резко перетасовывать весь их главный персонал. Оказалось, что их главный бухгалтер на тот момент, Спенсер Ньюман, его зовут, он вел тайные переговоры с Нетфликсом о том, чтобы потенциально переметнуться. Видимо, почуял что-то совсем уж неладное творится в кругах Activision, можно ли его в этом винить? Скорее всего нет, у человека хоть какая-то совесть есть, это уже больше, чем можно сказать об обе-котике. Ну а потом Activision об этом прознали и говорят ему «слышь, хотел нас трахнуть, мы тебя сами трахнем, ублюдок, щитовод, чертов бой, ты проклят!» И уволили его первым, собственно говоря, он был не против, сейчас сидит себе в Нетфликсе, особо не жалуется, никаких там серьезных историй не происходит. А вот мистер Activision понял, что, блин, без главбуха как-то сложно, надо бы нового главбуха, и вот как-то вот быстро, надо бы побыстрее, побыстрее, пацаны. Ну и чтобы должность долго не простаивала, просто взяли и быстренько поставили на нее своего бывшего корпоративного директора, чье имя я уже нахрен не помню, да и не то, чтобы он особо заслуживал того, чтобы я помнил его имя, ну и, собственно говоря, вот и порешили. Но для того, чтобы этот уж точно не переметнулся, потому что если бы этот тоже получил нехорошее предложение с лучшей зарплатой или, возможно, лучшим, так сказать, моральным компасом, могла бы случиться опять нехорошая, нехорошая, неудобная ситуация, поэтому они решили его немножечко задобрить, дать ему небольшой, так сказать, вступительный подарочек ему на новую должность приняли, и вот тебе, пожалуйста, оставайся с нами, мы тебя любим, хотели сказать мистер Activision в лицо этому товарищу. Ну и вот, как спросите вы, можно задобрить работника на ответственной должности, потому что, понятное дело, что работник важный, очень важный человек, на которого возложено множество ответственностей самых разнообразных, нужно сделать так, чтобы он хотел работать, чтобы он был лоялен компании, чтобы никуда не переметнулся, чтобы ему здесь было хорошо или он хотя бы чувствовал, что ему здесь хорошо. Что можно этому человеку дать, чтобы он так себя почувствовал? Можно предложить премию какую-нибудь, там, материальное вознаграждение, да, можно предложить ему власть, можно предложить женщин, мужчин, мы здесь в культа с живьем, не гомофобы ни в коем случае. Ну, в принципе, да, я вас понимаю, могу с вами согласиться, действительно, премия звучит, как самый оптимальный, самый правильный вариант. 15 миллионов долларов в качестве вступительной премии, это не считая дальнейшей зарплаты, звучит, как вполне оптимальное, вполне оптимальное решение, оптимальная премия вступительная для нового ответственного работника. Ну, то есть, как, не совсем 15, сумма разбита, да, вкратце, очень простым языком, 11,5 миллионов он получил в акциях компании, насколько я понял, и еще 3,5 миллиона за просто так, типа того. Это только вступительный подарок, потому что дальше еще идет зарплата, которая у него установлена где-то на 900 тысяч долларов в месяц, ну и плюс еще премиальных где-то миллиона-полтора выходит, не помню в какой период, но выходит, да, в принципе, в принципе, я думаю, что товарищу будет довольно комфортно на своей новой должности. И это еще только главный бухгалтер, это еще только главный бухгалтер, потому что административных должностей с ответственностью в Activision, наверное, больше одной, ну и как же, кроме Бобби Котика, я имею в виду, наверняка еще есть младший брат Бобби Котика, жена Бобби Котика, сын Бобби Котика, надо пристроить пацанов, как иначе-то. Игры делать очень дорого, пацаны, пожалуйста, купите набор лутбоксов за 50 долларов, пожалуйста, в моей новой ААА-игре, которую вы забудете через полгода, моему сынишке уже просто не хватает черной икры, чтобы на масло намазывать, не хватает, там очень, пожалуйста, купите лутбоксов, ребят. Ну и, зная теперь условия задачи, давайте с вами подумаем над таким вот тонким вопросом. Действительно ли игровые издатели нам говорят правду, утверждая, что делать игры это очень дорого и денег просто тупо не хватает? Ну, конечно, это правда, посудите сами. Бедному, замученному главбуху на высокой должности, с высокой ответственностью, подчеркну, где ему нужно считать цифры и потом говорить эти цифры начальнику, это ему нужно, ему нужно откуда-то брать полтора миллиона долларов в месяц. Он не сможет функционировать без полутора миллионов долларов в месяц на такой ответственный и очень важный для человечества должности. Откуда вы возьмете эти деньги? Ну, естественно, они должны откуда-то появиться. Вы же ему не задонатите на это, да? Вам же нужно делать скины для ваших лутбоксов, вот жрите, мать вашу. Это необходимые расходы, ребят, ну так уж выходит, да, приходится как-то вертеться вот в этом мире, где никакие добрые люди нам, сука, не подадут, чтобы мы вам игры-то делали дорогущие и платили по полтора миллиона главбуху в месяц. Нам нужно резать персонал Близзарда до максимальной дешевизны и переводить их с модели и делаем игры долго, зато качественно, на модель делаем кучу ширпотреба для мобилок, потому что, ну, у вас же есть мобилки, пацаны, правильно? Конечно, надо экономить на тестерах, как иначе? Конечно, надо просто так взять и на шару отменить весь киберспорт ХОЦа, на который вы говорите, да кто смотрит этот ваш ХОЦ? Ну, я имею в виду, там было пара-тройка дюжин команд, которые месяцами тренировались для того, чтобы попасть потом в лигу и зарабатывать на ней бабло, как-то карьеру строить, а потом им говорят, что оп, оп, о, 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 и извините, пацаны, денег нет, но вы там как-нибудь держитесь. Блядь, сука, они реально сказали, денег нет, но вы держитесь, а потом дают ему полтора миллиона с... Блядь, я только сейчас понял. Это, кстати, произошло под Рождество, я напоминаю, да, то есть ребят буквально кинули под Рождество. Я имею в виду, Скрудж в конце рождественской истории хотя бы там, ну, урок свой усвоил, исправился и там улыбнулся, а Бобби Котик с Activision и своим главбухом, они... Ну, они, конечно, улыбаются, да, но по неправильным причинам, я думаю. Поймите, пожалуйста, правильно, 4 миллиарда долларов доходов с микротранзакций за год, это очень мало, это очень мало, это очень... Это невероятная маленькая сумма, на которую просто невозможно работать, просто невозможны игры, очень дорогие игры стоят очень дорого, их просто невозможно делать с доходами в 4 миллиарда долларов в год. Пожалуйста, поймите правильно, Бобби Котику нужно, ему, 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 ему нужно больше миллиардов долларов. В год 4 миллиарда это слишком мало, потому что если мы не заработаем всех денег в мире, то это того не стоило. А как известно, игровая индустрия, это именно та индустрия, которая способна заработать все деньги в мире, потому что... потому что фея махнула волшебной палочкой, и все случилось. И даже несмотря на то, что их доходы буквально растут с каждым годом все больше и больше, этого недостаточно, потому что, ну, инвесторы говорят, что если доходы не растут достаточно быстро, значит, они не растут вообще, и ты, сука, будешь отвечать за это своей жопой. Под ты, сука, в данном случае подразумевается игровой разработчик, который действительно отвечает за все это жопой, ну, а Бобби Котик, в принципе, не при делах, его главу кто? Именно поэтому мистер Активижн обязан, он обязан, он вынужден, он вынужден брать с вас 60 долларов за базовую обрезанную игру, он вынужден доить с вас последнюю копейку, потому что делать игры это очень дорого. Вы же не хотите, чтобы Бобби Котик заплакал? Посмотрите в это миленькое личико, вы же не хотите, чтобы этот бедный мультимиллионер, который зарабатывает в месяц больше, чем стоит вся ваша сраная жизнь, вы же не хотите, чтобы он заплакал, правильно? Правильно, я надеюсь, что не хотите, сука, иначе я вас уважать не буду. Помните, как когда у Нинтендо были проблемы с продажами Wii U, Сатори Ивата решил просто снизить себе зарплату в два раза для того, чтобы его компания, ну, хотя бы какую-то поддержку получила, если не извне, то хотя бы от него, потому что он, типа, игры любил делать, да, и вот это вот сюда. И когда, кстати, у Нинтендо 3DS были аналогичные проблемы, он сделал, в общем-то, то же самое, и еще весь свой остальной административный персонал заставил сделать буквально то же самое, чтобы компания не рухнула, чертовой матери, да. Я тоже не помню, потому что, ну и лошара, я имею в виду. Грустно, конечно, на все это смотреть, но, как говорится, что поделаешь, потому что какие законы мы с вами приняли и против каких не выступали, по таким законам и живем в итоге. Капитализмус — это хорошо, он работает, работает он, правда, только для Бобби Котика и его главбуха, а для тех, кто пошел в индустрию, потому что мечтал делать игры и своим вот этим вот искусством делать этот мир немножко лучше, ну, им, наверное, везет немножко меньше. Конкретно им везет таким образом, что их просто нахер сокращают и выгоняют с мест, на которых они могли сидеть десятки лет просто потому, что они стали им ненужны, и зарплаты у них, ну, иногда им даже не хватает на то, чтобы нормально прожить, если они живут в довольно дорогом штате. Справедливость — это что-то, что существует, я имею в виду, ну, просто она обычно требует того, чтобы ее как-то вот инфорсили, да, чтобы за нее кто-то стоял, пока что никто за нее особо не стоит. Но, хай, по крайней мере, главбух у Бобби Котика норм, так что, ну, он не жалуется. А вот теперь, когда вы уверовали в мир, вы можете сделать две вещи. Во-первых, для того, чтобы лучше понять, с чем сталкиваются видеоигровые разработчики в крупных студиях буквально каждый день своей карьеры, можете купить книжку «Кровь в пот» и «Пиксели» в переводе «Альфины», где вам расскажут и про кранчи, и про расизм, и про что только не расскажут. Интересное чтиво. А второй вещь, который вы можете сделать, это подписаться на этот канал, на основной канал, где я делаю контент, над которым я, кстати, стараюсь, где я пишу тексты, какой-то монтажик даже делаю прикольный. А еще вы можете лайки ставить, комментарии, репостить, всячески разгонять трафик этого видео, помогать ему в алгоритмах Ютуба пробиваться и делать вот такие вот замечательные, очень добрые вещи для вашего любимого культаса, который вас так сильно любит в ответ. Дайте я вас поцелую, мои прекрасные ублюдки. Субтитры сделал DimaTorzok